всех приветствую друзья на связи данки давайте посмотрим однофракционный бой сопротивление сопротивлением играл я своим сокланом против кого играем специально не показываю можете чуть позже написать свои догадки узнаем в конце боя построил тут три казармы обычно вы знаете что ставлю 2 мне даже видел комментариях вопрос почему ты поставил три казармы это на определенных видосах то в одном видосе вы что на 2 казармы ставить другом я 3 ставлю но ничего про это не говорю третье оставлю для того чтобы передавить противника числом пехоты то есть изначально я делаю две казармы пехоты и заказывать 4 стрелка но ими передавить противника его пехоту крайне трудно вот через три казармы когда те одновременно три пехотинца выбегает в первый заход получается лучше так сказать отконтролировать вражескую пехоту уничтожить и за счет этого оставить их разведчиков в кусты и контролировать карту у тебя будет постоянно разведка в данном бою я решил поставить три казармы ну и как бы еще этому способствует сама карта и ящики где тут расположены то есть один стрелок бежит сюда на центр который сразу же сюда подбежит 3 сюда в общем три казармы я думаю здесь все же были не лишние но с другой стороны да я вышел в море в разверт но поставил при этом только три центра снабжения четвертый чуть позже до 100 достроил после развертки вот только сейчас когда подобрал контейнеры на море смог еще достроить пятый центр снабжения но это на самом деле медленно и очень плохо там мой напарник сделал два каймана отправляется тоже на сбор ресурсов по морю мы с ним примерно на одном уровне идем и смотрим как далеко мой кайман проплывет проплывает он сейчас ровно практически ну да где-то до середины то есть это середина карты мы встречаемся с кайманом противника ну я попал дальше чем не стрелять с вражеским кайманом я лучше отправлю его до базы противника и посмотрим вообще чем они будут заниматься надо разведать карту а то этот черный туман войны немного напрягает у меня после развертки осталось 6 штурмовиков то есть я ни одного не потерял вот тоже плюс с одной стороны я поставил третью казарму потратил мне 80 ресурсов потом еще заказал 2 стрелков с этой казармы это еще 80 то есть 160 ресурсов возможно как раз таки четвертую цельскую развертку я из этого не поставил с другой стороны у меня есть 6 стрелков которые мне не надо заново делать и сейчас просто их расставлю во все кустики и буду понимать чем будет играть мой оппонент оппонент фиолетового цвета уже на третьем уровне штаба отстраивает электростанция центр снабжения уже стоят и у него авиазавод будет докречет вот и от зеленого игрока разведка проезжает через мою базу видит чем я занимаюсь тем временем завершает сбор ресурсов красный игрок он наверно кайманами перехватывал кайман зеленого цвета поэтому так поздно подплыл базису нашего зеленого оппонента вот но главное смотрите кстати не доставал торпедная остановка этот резко начал доставать наверно синюю барону включил зеленый игрок чтобы достать каймана то тот увернулся торпеды и продолжает урон то неплохо идет мы на x1 да на x12 каймана какой урон наносит но у меня есть койот мою напарника есть койот ну и мы пригоняем вражеского зеленого койота какая-то битва койотов да я раскидываю стрелков по лесу в была разведка так как играть будем игрохам на игрохам обычная ситуация то что надо этими юнитами играть и бывают случаи когда проезжает незаметно пункт отряд или х мы небольшой к тебе в тыл и ты не успеваешь реагировать и как бы сопра на сопру очень важно иметь хорошую разведку чем удивило что и фиолетовый игрок и зеленый вышли в кречет ну может это не авиазавод кречетов будет просто стрекоз он делать собирается но сама суть что этот тот вышли в авиазавод меня немного удивило мой напарник уже апнул себе штаб до четвертого уровня делает ликобраза делает ягуара и строит еще завод до хамелеона приплывают два каймана от фиолетового игрока разведай точку а а это если у него спрашивал ведь я откинул себе строй двор и вижу что он тоже отстроил вот здесь себе строй двор если я сейчас как хотел застроить здесь своими заводами то тогда вот этот свой двор который откинул мой напарник вам будет бессмыслен то есть просто потратил пустую ресурсы если он поставил значит не на была какая-то идея как реализовать постройку это устрой двора может ну-то вел заводы хотел построить мало ли там не знаю супер оружие я не знаю чего хотел поэтому я спросил у него он не дожидаясь второго сообщения моего ответил так точно то бишь на наставь но я в общем оставил тут место два завода каких-нибудь надеюсь ему этого хватит в целом у нас получается четыре завода и гхм а все по стандарту и вот зачем фиолетовый игрок построил авиазавод он сделал стрекоз и теперь расчищает леса от моих разведчиков и не только моих и моего напарника и это неприятно так как убежать я не могу стрекозы и все равно уничтожит и приходится смотреть как вертолет расстреливать моих юнит отстраивают торпедную установку то что мало ли или от игрок захочет выйти в аллигатора дунате на самом деле на этой карте мне кажется флотом редко используют редко используют так как очень большой путь надо проделать кораблям даже в том что мой напарник если увидит здесь весь аллигаторов допустим даже здесь увидит три построенных аллигатора который начинает двигаться в эту точку чтобы меня атаковать он успеет откинуть строй дворы камня на базу и застрой здесь все торпедами установку поэтому на таких картах огромных флотом не играют и плюс есть куда отстроить изначально на карте такой рельеф что места мало находится в низине и игроки достаточно часто пример у меня здесь получилось выносит здание на холмы все что находится на холме это уже будет не достать флоту ну и поэтому флот на этой карте не играется если бы корабли стоили дешевле производились бы быстрее не знаю но может при этом были немного слабее тогда бы да что в китайской версии артопуар там флот стоит за один викинг 250 ресурсов то же самое с аллигатором но это раньше было не знаю может там уже изменился баланс но суть в том что флот дешевле и поэтому даже на таких картах его можно использовать потому что он не сильно бьет тебя по кошельку вот но и гхм и гхм я думаю можно ускоряться здесь я отогнал чем даже не отогнал уничтожил дикобразом на гол в воздухе вражескую стрекозу и производим и гхм мой напарник раскидал свою армию прям как-то вот так вот догадался что мои оппоненты выходят в альбатросы так как смысл выходить к речи то есть у нас битва будет и гхм на гхм понятное дело значит что скорее всего будут альбатросы от наших оппонентов ну а мы наконяем вражеского койота правда его уничтожают с поддержкой кречита но ничего страшного здесь еще один вертолет от фиолетового игрока в общем почти практически все кусты уже расчистили ним втором в которых находились наши разведчики это тоже печалит мой напарник выдвигается в левую точку я выдвигаюсь в центр но перед тем как ехать на такие холмы на самом деле достаточно опасное мероприятие поэтому надо иметь какого-нибудь разведчика дабы он смог разведать что там все находится но мы здесь видим и гхм как минимум четыре танка у него находится на этом холме и понимаем что но это плохо мы как минимум могли бы сейчас просто попасть засаду если нет койота разведчик было все очень очень плохо но это отхожу назад потому что противник прям как-то храбрости набрался идет в атаку на меня ну ладно подумал вот и если вижу что мой напарник красным цветом но у меня один напарник красного цвета мой напарник он здесь собирается сражаться с этими гхмом и я подумал а почему бы и нет тут прилетает альбатрос от зеленого игрока правда они не попадают отступают назад они попадают ну точнее бомбят но и в пустую вот я вижу что мы сейчас просто вдвоем можем зажать наших оппонентов то есть я такую с этой стороны он сверху зажимаем с двух сторон и и все это минус армии его хама да там альбатроса будет трудно против них играть но по крайней мере мы сможем попробовать с двух-трех сторон атаковать наших оппонентов попробовать что-то сделать вот смотрите что происходит недопонимание напарника и меня но как мой напарник сказал что просто затупил бывает видите он отходит на холм назад то есть я сражаюсь и гхмом оппонент своего в надежде что мы сейчас просто с двух сторон его очень быстро расстреляем он ничего делать не сможет а видите он отступает назад на холм уходит вот и я очень большие потери несу из-за этого сейчас сражаясь там и альбатросы под ударом мы сейчас могут ну альбатрос удар могут нанести в общем все не очень хорошо вот еще арбатрос прилетает пытаясь уйти из бомбежки да вроде получается там какой-то урон был нанесен мне но в целом нормально вот и видите все же решил вернуться мой товарищ стреляться с его хам противника но у меня уже хамеле насели то есть я понимаю что надо зажимать добивать этот армия который там есть надо делать это очень быстро потому что они уже могли новую армию сделать и уже хамелеона сели чисто дикобразом пытаюсь хотя бы вражеских хамелеон уничтожить из пулемета но это меня получается сделать видим там противника осталось 4 фиолетовых ягуара чего испугался мой напарник честно говоря не знаю уже альбатрос пробомбили мимо все было но видите что вышло то вышло вот это одна ошибка она может быть очень решающим на исходе этого боя но я еду пока что со своим напарником фиолетовый игрок занял оборону но понятное дело что зеленый вышел в масс альбатросы значит у него егэха как такового нету и мы по сути сейчас один точнее два ну вдвоем против одного егэха мы пытаемся играть не получается вот ну идут пехотинцы в туманную уж не знаю зачем мы просто отходим чуть назад расстреливаем здесь я стреляю по туману который находится на хелме сейчас на второе попадание вроде его выбивают резко пропал туман не знаю то ли он выключил то ли ул назад то ли я уничтожил но было похоже на то что я его смог уничтожить и опять альбатросы летят и опять мимо бомбят тоже третья бомбежка ну вы понимаете что мы сейчас по сути играем 2 в 1 зеленый игрок он как бы есть но толку чего немного так как альбатросы пока что не попадает по нашему войску мы скапливаем скапливаем всю армию но к штамм не получается пытаясь прострелить то место где противники находились игвары на этом выступе очень думаю даже неплохо это должно было у меня получиться так и в общем наша задача с двух сторон начать штурмовать их один раз вернуться от альбатросов потом заехать слева справа и просто уничтожить армию противника егэхама но сейчас будет критичный момент мы через центр заходим через право через левом здесь мой напарник отступает назад под хамелеон ну плюс видимо боится альбатросов я пытаюсь пробомбить прострелить противнику туман но здесь печалька происходит мне всю армию практически уничтожают у меня больше давить нечем то есть у меня осталось осталось 2 хамелеона 1 ягуар все моя армия под ноль уничтожена остается только мой товарищ ну я хотя бы отвлек внимание арбатросов на себя другое дело что этих не вернулся это тоже очень такой решающий момент в этом бою что я не смог увернуться но продолжаем производить технику уже сразу же перешел на бусты и пытаюсь что-то хоть как-нибудь помочь своему напарнику хамелеонов меня нету все уничтожили но мой напарник пытается тащить здесь 2 хамелеона уже сейчас опять арбатросы должны лететь уничтожать и гхм моего напарника он это должен понимать честно на 5 поедет вперед назад куда-нибудь точно в общем поедет но как видим целом если бы я сейчас не потерял свою армию и гхм я бы просто смогу банально зеленую базу начать уже уничтожать штамма фиолетовый игрок игрока было небольшое войско тут вообще видимо до 5 гуарф до зеленого было вся его армия вот но не фортануло вот напарник постоянно уходит боится альбатросов из-за этого конечно не может разложиться сразу же принять или хм противника вот опять же бомбят альбатросы да они уничтожают его всю армию практически остается там два ягуара без хамелеона который сейчас уничтожает но у нас еще до заказ подошел будем продолжать драться но как бы это уже будет скорее всего бессмысленно потому что альбатросов очень много становится они банально наши заводы будут ломать несколько отрядов и это реально будет большая большая проблема я пытаюсь выйти в кречите насколько мне позволяет ресурсы и давайте теперь подумаем против кого мы играем какие там ранги ну вы знаете что я 22 ранг я играю с закланом и против каких рангов мы играем я думаю вы написали не написали в общем вы подумали на самом деле там 25 26 ран я играю в паре с 24 то есть мы тут сражаемся и греха вам ну да альбатросы там инбанули уничтожили всю мою армию игрока бы но вот если бы реально не вот этот момент с полным уничтожением и армии мы просто бы зажали с двух сторон здесь фиолетового игрока уничтожили бы весь его гигаха и в широким фротом можно было разложиться просто уже фиолетово можно завода ягуаров уничтожить здесь больше конечно не знаю что там все было но в общем мы этот бой проиграли реально альбатрос почему много мне вот уже завод хамелеонов минус 0 и с этим ничего не сделаешь разведка что я хотел но здесь так широким фронтом разложиться со включенными хамелеонами да там альбатросы могут попасть уничтожить часть армии но в целом здесь даже завод хамелеонов будет под ударом мы отожмем им центр снабжения здесь отожмем электростанции все которые есть у него снизу даже их нет у него обесточились бы аэродромы дал бы на экстренных мерах сидел бы пытался бы себе восстанавливать топлива на бомбардировщик в целом мне кажется если вот здесь вот первый момент когда мы атаковали должны были зажать фиолетового с двух сторон мой напарник отступил вот на этот холл мы здесь очень много потеряли особенно я потерял много армия вот и пытаясь что-то еще доделать как-нибудь добить вражеские юниты потерял еще хамелеоны ягуары второй момент когда я вот здесь уже моя вина попал подальбатросы я не знаю я боялся на самом деле заезжать просто в туман вражеские у которого фигуары 25 ранг у меня за старого немного бессмысленное занятия я понадеялся что у меня получится быстро в разложенном режиме уничтожить хамелеоны а затем уже можно в походном режиме убегаю уничтожать ягуары и уворачиваться либо тросов но в итоге рыбатросы один раз все же попали и в итоге ваншот на всю мою армию это было сочно красиво но неприятно лично для меня я потерял всю свою армию но и по сути все бои завершается мой напарник пытается что-то сделать через левый фланг сыграть но это все бессмысленно сейчас там такая пачка альбатросов 5 аэродромов что даже 7 пошкинера не поможет завода сип уничтожает они гхм ты ничего сделать не сможешь дать покажу вам понятно может кто не знает спичок перематывать до конца нет смысла там нашу базу уничтожили интернет сидение нестабильная зачем верните меня в игру на самом деле при тем как собирался записать реплей тоже такие проблемы были интересны это у меня проблем с интернетом или или еще в чем-то проблемы давайте подождем в общем а я считаю несмотря даже то что разница рангов было огромное все же шансы у нас победить были ошибки были если бы не было бы ошибок то реально можно было бы наверно выиграть мы бы камере попробовать то что его хам на гхм я уже до этого говорил на стримах что такая армия такая связка юнитов что если противник ошибается то сделать он уже вряд ли что сможет так давайте посмотрим на это я еще проиграл этим игрокам 2 на 2 ну напарники немного подвел и вот против кого я показывал сейчас бой 22 24 против 26 25 суммарная разница рангов получается 5 на 5 рангов ну чего 20 этим ранге думал будет еще проще играть и возможно даже получится тащить ну на связь был данки благодарю вас за просмотр подписывайтесь на канал и всем удачи субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»